Центр города. Проспект Ясави. Всё тут сухо, всё чисто и красиво. Я пришла на автостоянку, которую вчера показали, что её заливает. Сейчас посмотрим, что вот здесь происходит. И вода была по колено. Вся грязь сюда пошла. После вчерашнего, что здесь делается? Дорогие земляки, вот мы пришли сюда на рынок. И вот что делается после потопа. Как его строили, что делали, почему не предусмотрели. В общем, пострадали магазины, товары. Очень печально. Кто за это будет отвечать, неизвестно. Центральная дорога нашего рынка. Вода ушла. Супермаркет Сауле, который тоже пострадал от потопа. Пропало очень много продуктов. Наверху, наверху. Ну, видишь? Течёт, как с ведра текла. Всё пропускает. Пойдёмте. Так, идём дальше. Наверх, наверх. Вот, вот. Тоже пропускает. Вот, вот так. Тоже пропускает. Даже сыростью пахнет. Конкретно. Да. Пойдёмте, читайте, дайте. Смотри. 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 Пропускает. Тоже через пациенту. Пойдём. Тоже через пациенту. В общем, магазины пострадали. Предприниматели понесли убытки. А почему должны страдать люди? Это сверху, что я это показываю. А что мы здесь уже всю ночь работали чистые? Мы же сюда приходим за продуктами. Здесь всё было в воде. Всё было в воде. Сейчас пришли мы на эту, так сказать, половину. Здесь более-менее вид. Не видно, что было потопление. Пострадала другая сторона рынка. Как сказали продавцы, местные власти хотели списать всё на ситуацию, на стихийное бедствие. Какое стихийное бедствие? Вы чё? Извините, пожалуйста. Это не стихийное бедствие. Это просто безалаберность тех, кто строил этот рынок. Надеемся, что власти разберутся в этом. Всем желаем здоровья, терпения. Вот такой у нас автомат стоит на рынке питьевой живой воды. Трейскому рутдок. Это легко. См Early и налогом. Возвreen. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...